и хе-хе всем-всем доброго утра от катвискос 98 бодрости энергия спросите где я сегодня уже с утра побывала а побывала я в спортивном зале вот она я такая видишься ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча спортивненькая активненькая сегодня в нашем местном джиме которые я решила попробовать распробировать что там и как там по расписанию был класс йоги ну и я туда пошла прихожу я смотрю там дамочки такие так скажем среднего возраста уже лежат все на ковриках готовятся и вдруг заходит инструктор уже могу сказать вы знаете как бы так это сказать а то опять меня назовут сейчас злой какой-нибудь злючкой колючкой нет я очень добрая вот видите сегодня белая пушистая вообще лежала и молчала но диву давалось вы знаете заходит в зал инструктор вот такая маленькая пышка вот просто пышка лет так 55 вы знаете ну такая пышка пышка чересчур всем пышкам и она инструктор йоги я не знаю девчонки и ребятки все кто занимался йогой да или даже если не занимался йогой можно это посмотреть да везде можно увидеть в соц сетях и на тиви йога это я не знаю там такие позы принимаются в йоге что сразу первое что ко мне пришло в голову когда я увидел этого инструктора мама мия дорогая я хочу увидеть я хочу увидеть как она станет в позу лотоса например который один из простейших и не говоря уже о чем-то более серьезном знаете есть такие позы когда ты встаешь на четвереньки потом медленно и чинно в плавном движении перекидываешь оба ножки за свои ушки а на полу ты стоишь вот так вот на пальчиках вот такая вот там поза еще есть и мне было сразу интересно и я подумала сама себе сказала и всей вселенной если это приятненькая маленькая пышечка сделает такую позу то моему удивлению не будет просто предела это просто будет что-то такое знаете за вон выходящие и я все ждала начался урок но вместо еще того что это йога она объявила что она она инструктор йоги то но сегодня по расписанию как раз вышло так что это пай йога пай йога это то есть они концентрируются на растяжке и на таких очень медленных практически не движениях а позах то есть ты ложишься например вот одна из поз была до одна нога у тебя сзади вы примет а вот так вот за тобой да а вторая нога вот так вот запрокинута за твоим ухом вот такая вот глубокая растяжка и ты должна лежать в каждой позе по три минуты вы даже не представляете что это и как это с чем это едят и как это долго три минуты в одной позиции не шевелясь и вот на такой максимальной растяжки ребят дорогие я я вот так вот растянулась три минуты пролежала а потом я чувствую у меня затекло абсолютно все у меня знаете как это занимели занимели все абсолютно части тела все клеточки в теле и я не могла обратно вернуться в обыкновенную позицию я вот так вот застыла и потом так и отвалилась так самое главное вы что думаете я же так и не дождалась от этого инструктора пышечки демонстрации какой-либо позы вы знаете что она делала она запарковала свою толстенькую кругленькую попку на матрасик сидела и просто словесно давала нам инструкции как и что делать куда поднять правую ножку куда опустить левую ножку и т.д. и т.п. она за весь урок урок час длился она не продемонстрировала ни одной позы поэтому все мои предчувствия предсказания мысленные по поводу нее оправдались вы знаете но моему удивлению нету предела как можно быть инструктором по тому или иному виду спорта и не быть способным демонстрировать то чему ты учишь вот пожалуйста вам welcome to america это по-моему только такое в америке может быть вот расскажите мне пожалуйста кто в спортивной тематике где вы живете в каких городах и странах вообще можно ли увидеть такое у вас я считаю что это просто нонсенс и нонсенс можно увидеть только у нас здесь такого я еще не видала вы знаете сколько я ходила переходила в разные тренажерные спортивные залы я перепробовала разные виды йоги и повидала много инструкторов но они были инструкторы соответствующие вы знаете инструкторы инструкторы как они должны быть они все поджары мускулистые и без проблем закидывали ноги на ухо и стояли просто на полу на одном пальчике держа в равновесии свое тело но вот это вот просто это просто вообще уникум как такой инструктор мог получить разрешение на преподавание как она вообще могла получить лайсенс вот мне загадка вы знаете я не заят я на нее смотрела вот весь урок вы знаете у меня только одна мысль крутилась голове боже мама дорогая может быть мне пойти и заняться этим делом вы знаете и профессионально может быть заняться потому что я люблю йога это моя стихия может быть мне уже пора было получить лайсенс и профессионально просто заняться а вот такой вот деятельностью и найти себе работу в этой области потому что я не знаю я считаю что человек должен быть вот на этой волне в этой стихии тем что он занимается как вот мне так и хотелось к ней подойти и спросить как где и когда вы получили свой диплом лайсенс и разрешение на преподавание нельзя я думала может быть она получила лет десять тому назад знаете когда она была такая стройная и звонкая мускулистая и потом как говорится ну не знаю немножечко располнила это так я мягко говорю вы знаете она была такая у нее там пятая точка была вот такая которую она при всех даже усилиях своем мастерстве и опыте может быть какое у нее есть за плечами она не могла эту точку поднять туда куда требует этого йога ну в общем я не знаю ну вы знаете меня это так как-то не знаю так зацепила аж за душу что прямо я вообще ну и что вы думаете я когда вышла оттуда у меня пар просто шел это вообще начнем с того что пай йога мне совершенно не понравилось это не моя стихия там нет вот это вот лежание загнутой ногой на ухе на три минуты а потом ты не можешь разогнуться это не моя стихия более такой живой человек я люблю активную очень такую знаете йогу где ты хорошо разогреваешься и т.д. и т.п. но тем не менее на выходе на выходе с тренажерного зала я смотрю везде у них висят объявления начала читать думаешь это такое а там заманчивое предложение устроиться на работу администратором на фронт-деск но очень интересные часы знаете никто не хочет работать среди американцев наверное эти часы с 11 вечера до 7 утра на фронт-деске каждую вторую пятницу и субботу в принципе тогда я же творец свободного полета я работаю в госпитале у себя у меня абсолютно сейчас свободный график вот и принципе я бы смогла и плюс если ты имеешь работу то тебе предоставляют бесплатный мембершип в этом тренажерном зале ну в общем как-то мне так это самое интересно стало я вот у меня такой позыв душевный был вложить лепту вот в это заведение и может быть что-то сделать там получше знаете как здесь говорят в америке главное put your foot in there то есть главное вот появиться в какой-то организации а потом когда ты уже начинаешь вливаться в коллектив и узнаешь все что там творится там уже можно менять и позиции и что-то делать по-другому ну вот и в общем это интересно понравилась тематика и я подошла к фронт-деску там молодой человек стоит и я очень у него начала спрашивать по поводу этой аппликации он мне дал там буквально нужен был basic знаете указать твои твое имя координаты твое прошлое образование и твою рабочую историю и сообщить телефоны по которым они могут с тобой связаться что я быстренько и сделала но ты я еще у него спросила говорю слушай говорю такой интересный график найти и ищут человека с 11 вечера до 7 утра я уже где-то говорила что этот тренажерный зал открыт 24 часа в сутки я у него году слушай говорю а действительно говорю что здесь ночью люди приходят и занимаются он говорит это еще не поверишь как говори тут практически спортивный зал ночью так же заполнен как и не днем люди приходят ночью заниматься в тренажерном зале вот вы мне скажите пожалуйста вы когда-нибудь ходили ночью заниматься в тренажерном зале но я конечно мы все разные да и это имеет место быть но для меня для меня это очень интересно экзотично я не знаю может быть кто-то знаете мне кто-то бодрствует ночью а потом днем спит я так особо делать не могу но все-таки в общем интересно и я заполнила эту аппликацию на эту работу думаю чем черт не шутит а посмотрим вот если они мне позвонят я бы с удовольствием сходила к ним на интервью еще бы больше поспрашивала всех деталей что и как и в общем вы знаете вот очень интересно очень интересно представляете народ в америке занимается ночью ну вот на этом наверное я буду заканчивать сегодняшнюю свою историю напишите мне пожалуйста в баксе под комментариями что вы вообще думаете что у вас творится там где вы живете посещаете ли вы тренажерные спортивные залы если нет что вы делаете сами чтобы поддерживать себя бодрыми красивыми и энергичными кто только присоединился к моему канала добро добро пожаловать я всегда всем рада спасибо за вашу подписку и до новых встреч я с вами не прощаюсь а говорю до скорого скорого выхода в следующем эфире пока